Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат» и я депутат областного собрания Александр Дятлов. В прошлую пятницу я спросил вас, стоит ли создавать региональный черный список предприятий, которые недобросовестно используют государственную помощь при проведении инвестпроектов для того, чтобы фигуранты этого перечня не могли пользоваться мерами государственной поддержки в будущем. Вот как распределились голоса посетителей сайта информационного агентства «Двинаинформ». Поддержали эту идею 86% проголосовавших. 9% проголосовавших не считают это необходимым, а 5% к сожалению не определить со своим мнением. Тем не менее, столь значительная поддержка предлагаемой инициативы говорит о том, что ее стоит рассмотреть в областном собрании. Однако проблемы в реализации инвестпроектов кроются не только в отсутствии порядочности у отдельных их участников и инициаторов. Более серьезная беда в том, что государственная поддержка доступна далеко не каждому предприятию, пожелавшему модернизировать свою производственную базу. Как я уже говорил на прошлой неделе, цена этих проектов – миллиарды рублей. В совокупности все 8 инвестпроектов, которые сегодня реализуются на территории области, стоят 38 миллиардов. Тем временем, лесопромышленная отрасль Архангельской области – это не только лесозаводы «Титана», «Илима», «Устьянского ЛПК» и других крупных компаний. В регионе в этой сфере работают 290 предприятий, многие из которых совсем небольшие и небогатые. Почти все они до сих пор работают на старом оборудовании, страдают от недостаточного уровня производительности и высоких затрат. Это говорит лишь об одном – мы постепенно их теряем. Но об этом знают не все. В Федеральном министерстве промышленности и торговли, например, предлагают увеличить порог стоимости инвестиционных проектов для лесной отрасли до 700-800 миллионов рублей. Именно об этом говорил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. И это в то время, когда мы боролись за то, чтобы сократить его до подъемных для большинства 20-30 миллионов рублей. Вот и получается, что инициативы федеральных чиновников, которые малые лесозаготовительные обрабатывающие производства в глаза не видели, общаются только с представителями крупных компаний, не только ставят под вопрос уже существующие инвестиционные проекты, но и просто-напросто лишают небольшие предприятия даже малейшей надежды получить государственную поддержку в вопросах модернизации производства. Более того, в соответствии с 74-й статьей лесного кодекса, государство в свое время гарантировало всем добросовестным арендаторам продление договоров аренды лесных участков без всяких аукционов и конкурсов. И что в итоге? Законодательные барьеры не позволили воспользоваться этим правом ни одному предпринимателю в стране. В Архангельской области таких арендаторов набралось аж 23. Справедливо ли это? Думаю, нет. Ведь в конце концов все мы заинтересованы, чтобы промышленность нашей области, да и в стране шла в ногу со временем, чтобы на русском севере работали современные доходные предприятия, не только лесопромышленные гиганты, но и небольшие заводы, которые обеспечивают работой жителей районов Архангельской области. Но это наши национальные интересы, а их разделяют далеко не все. С ними не согласны, например, общественные экологические организации, большинство которых получают финансирование из стран Евросоюза. Например, Всемирный фонд дикой природы ВВФ. Его логика проста. Русский лес уникален и его необходимо защищать. Как? Очень просто. Создавать национальные парки, заповедники, заказники. Отличная идея. Вот только как всегда есть одно «но». На землях таких категорий невозможно никакое промышленное производство, а уж тем более освоение лесов. Если следовать в точности всем рекомендациям экологов и правозащитников, то 80% лесов России окажутся неприкасаемыми, а лишь 20% станут осваиваться. Помимо прочего, все эти заповедники и заказники и национальные парки придется содержать. И если последняя забота федерального бюджета, то заповедники и заказники – расходная статья региональных бюджетов. Кстати, сегодня в Архангельской области уже существует 33 заказника, денег на содержание которых в региональной казне катастрофически не хватает. Но это не мешает Всемирному фонду дикой природы, среди прочего требовать наделения особым статусом Двинско-Пинишского лесного массива. Экологи и прочие борцы за природу умалчивают и о том, что тем самым мы напрочь подорвем производственный потенциал страны. Конечно, мы будем окружены потрясающей природой. Вот только что от нее проку, если жить мы будем очень бедно и голодно? А может быть это логичное продолжение европейских санкций? Ведь европейские страны уже отказали российским компаниям в поставке оборудования, чем значительно усложнили процесс их модернизации. И вот он второй шаг – сокращение перспективных площадей вырубки на фоне постепенно растущего производственного потенциала, нуждающегося во все большем объеме сырья. Третьим шагом вполне может стать отказ в сертификации продукции наших лесоперерабатывающих заводов, а этой сертификацией занимаются как раз международные экологические организации, после чего ее просто невозможно будет продать в Европе. Так в чьих же интересах действуют столь радикальные экологи? Явно не в интересах страны, ее экономической мощи и благополучия граждан. Тем более, что в России существует собственная законодательная база, предусматривающая природоохранные меры и степень ответственности арендаторов леса за их невыполнение. На этом фоне вполне логично передать полномочия ведения переговоров с ВВФ правительству России, которые в состоянии защитить не столько интересы отдельных предприятий, сколько каждую из системообразующих отраслей российской промышленности. Такое обращение в Кабинет министров наш комитет подготовит в самое ближайшее время. Стоит ли слепо идти на поводу у зарубежных экологических и природоохранных организаций, подрывая тем самым экономический потенциал России и в частности Архангельской области? Или нужно разработать собственные экологические и природоохранные нормы, которые позволят соблюсти баланс интересов между природой и экономикой? Итак, переходим к нашему вопросу. А как считаете вы? Согласен, в России и Европе не могут быть одинаковые подходы к охране природы, поэтому нам нужны собственные экологические стандарты. Я против. Европейские экологические стандарты современные и ими пользуются весь цивилизованный мир. Чем мы хуже? Не определился. Голосуйте на сайте информационного агентства Двинаинформ и в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. Также на экранах телевизора вы видите адрес нашей электронной почты. До свидания и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok